Заканчивая 9 класс, школьники встают перед выбором. Продолжить учиться или поступить в колледж. У того и другого варианта есть свои «за» и «против». На что обращать внимание при выборе учебного заведения, рассказывает эксперт. Вы сделали выбор профессии. После этого обязательно вы должны для себя прописать образовательную траекторию. Что это может быть? Пойдете вы через колледж в ВУЗ, либо вы пойдете сразу в ВУЗ. Надо ли всем обязательно высшее образование? Нет. Высшее образование, оно необходимо для фундаментальных каких-то профессий. Если вы хотите развиваться в какой-то рабочей профессии, тогда высшее образование, собственно говоря, на начальном этапе вам может и не понадобиться. Может, вообще вы проживете, обучаясь и развивая себя на каких-то дополнительных курсах. Что такое колледж? Колледж – это возможность попробовать профессию как можно быстрее. Как можно быстрее что-то сделать своими руками, применить свои знания. Колледж сейчас дает такую возможность. Поэтому, если вы заинтересованы как можно быстрее приступить к профессиональной деятельности, тогда можно пойти через колледж. Ну и опять же, есть такие профессии, которые требуют только высшего образования. А есть, например, портфольные профессии, когда можно вообще не заканчивать ни колледж, ни ВУЗ. Например, профессия фотограф или профессия вокалист. Тоже ты можешь заниматься с преподавателем, повышать свой профессиональный уровень и развиваться в профессии. При выборе учебного заведения, неважно, колледж либо ВУЗ, нужно посмотреть, во-первых, какие критерии вы предъявляете к учебному заведению. Что для вас важно? Важно для вас, чтобы, например, в ВУЗе была военная кафедра или чтобы была возможность стажировки за рубежом. Обращаем внимание на учебный план. Именно сюда ли вы хотели пойти, именно те ли направления будете вы изучать, которые вам интересны. Рейтинг тоже смотрим. Тут важно, для чего нужен рейтинг ВУЗа. Для качества образования. И смотрим еще сейчас в каждом ВУЗе практически, но еще пока не во всех, есть центры карьеры. Это возможность вашей практики, это возможность трудоустройства. Когда вы составляете свою образовательную траекторию, отталкиваетесь от того, что же вы хотите. Рисуем свой образ будущего. Что делает вас счастливыми. Что вы хотите получить на выходе. Какое будущее вы для себя видите. Какую карьерную стратегию вы для себя выбираете. И, соответственно, отсюда вы и нарисуете для себя образовательную траекторию. Будет ли это колледж или ВУЗ. А может быть, вы пойдете колледж-ВУЗ. Либо вы пойдете колледж-ВУЗ, а параллельно еще какие-то курсы для получения портфольной стратегии. Надеемся, что наши советы помогут вам сделать правильный выбор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!